Знаете ли вы, что медиаслужение Слово Благодати возможно только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей? Вот уже несколько лет Бог располагает сердца слушателей, которые поддерживают нас молитвенно и материально. И Слово Божие продолжает достигать сердец. Друзья, сегодня мы просим вас о помощи. Для того, чтобы дело Божие продолжалось, нам нужны ваши молитвы и финансовая поддержка. Присоединяйтесь к нашему марафону в поддержку медиаслужения Слово Благодати. Каждое, даже самое скромное пожертвование является неоценимым вкладом в созидание Божьего Царства. Для того, чтобы сделать пожертвование, пройдите по ссылке, указанной на экране. И пусть Бог благословит ваши добрые сердца. Алексей Алексеевич, Даша спрашивает. Хотелось бы получить ответ вашей рубрики «Библия говорит» на вопрос о мануальной терапии, иглоукалывании и остеопатии. Как верующему относиться к этим практикам? И особенно, если настойчиво их предлагают другие верующие, занимающиеся служением в церкви. Я здесь должен сделать небольшую оговорку, дисклеймер такой, что когда к нам пишут вопросы, люди предполагают, что мы разбираемся во всех сферах жизни, что мы должны обладать знанием широкого профиля. И я должен сказать, что я не специалист в медицине и не специалист в разных видах и подвидах разной альтернативной медицины и так далее, всяких разных вещей, которые предлагаются людьми. И поэтому, наверное, для того, чтобы говорить исчерпывающий ответ на этот вопрос, нужно, наверное, найти тех людей, которые хорошо разбираются в этом всем, и они могут как-то попробовать дать библейский ответ. Может быть, если они знают Писание. Но я могу сказать об общих принципах, которые представлены в Писании, нам важно их помнить. Общие принципы таковые. Библия не запрещает лечение. То есть лечение разными какими-то препаратами. Помнишь, в Ветхом Завете сказать, приложи пласт смокф. В Новом Завете написано о том, что использовали оливковое масло для лечения. И в книге послания Якова, пятая глава сказано, пусть призови присвятеров, чтобы они помолились, растерев, натерев его елеем. То есть, скорее всего, речь идет о медицине, использовании медицинских средств. Есть другие места, которые даже поощряют и рекомендуют использовать медицинские средства, опять-таки исходящие из тех возможностей, которые были тогда. Теперь второй вопрос. Значит, первое, что Библия не запрещает. Второй вопрос, который Библия точно говорит. Библия запрещает обращение какого-то рода знахарям, колдунам, людям, которые обещают здоровье через связь с посусторонним миром. Вот это всегда греховно в Ветхом Завете, в Новом Завете. Помнишь, Павел проповедовал, кажется, это в Ефесе было, и там вот эти все колдуны принесли свои книги. Они обратились к Богу и оставили все это колдовство, и сожгли там на площади. То есть, Библия ясно говорит, что обращение к разного рода представителям, кто-то действительно связан с потусторонним, с нечистой силой, и те, кто выдают себя, что они связаны, это греховно. Теперь, когда мы говорим о конкретном методе лечения, здесь есть разные подходы. Когда мы говорим о западной медицине, она так называемая evidence-based, то есть она построена на понимании фактов. Например, у человека повышенный сахар в крови, это значит, что недостаточно вырабатывается инсулина, это значит, что если мы будем добавлять инсулин, то сахар в крови упадет. То есть, есть понимание процесса. Сложность с этой медициной, она кажется самой правильной. Сложность с этой медициной в том, что когда люди думают, что они понимают весь процесс, они в действительности не могут учесть тысячи факторов того, что происходит в организме человека одновременно с инсулином. Вот. И поэтому они инсулин дают, и вроде бы все должно работать нормально, но они даже на сегодняшний день, несмотря на то, что сахарный диабет очень хорошо изученная болезнь, вот даже на сегодняшний день очень многого не понимают. А как оно в каждом человеке действует индивидуально? А какие побочные эффекты это вызывает? А что это производит еще в организме человека? Вот. И поэтому люди и сегодня обращаются к альтернативной медицине. Альтернативная медицина или старая медицина, она была основана не на понимании процесса, а на понимании накопленного опыта эффекта. То есть, когда люди, вот эту травку попей, и кашель пройдет. Вот. Или голова болит, вот эту травку попей, и будет нормально. И помогала. И помогала. И сейчас помогает. Они не понимали совершенно, почему это так происходит. Они просто передавали опыт из поколения в поколение. То есть, там нет никакой связи с потусторонним миром, нет связи с чем-то нечистым. Там есть просто реальный физический эффект, не объясненный людьми. Просто из опыта люди знали. Так вот, исходя из этого, мы можем провести одну черту, которая очень ясна. В любом деле попытайтесь задать вопрос, есть ли там какая-то связь с потусторонним миром. Если есть, то это то, чего нужно избегать. Если нет, то это уже ваше решение. Насколько вы в действительности убеждены в том, что это поможет или нет. Можно ли этому доверять? Да. Спасибо, Алексей Алексеевич. Драгоценные. Спасибо вам, что были сегодня с нами. На сегодня все. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok